Цветок белой ромашки, символизирующий здоровье и чистое дыхание, в 1908 году был выбран как эмблема борьбы с туберкулезом. А самого возбудителя этого коварного недуга обнаружил немного раньше, в 1892 году, немецкий ученый Роберт Кох. Спустя сто лет Всемирная организация здравоохранения провозгласила 24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом. И теперь ежегодно в начале весны во многих странах проходят различные мероприятия. Для того, чтобы хотя бы в этот день привлечь внимание всей общественности, в том числе и средства массовой информации к данной проблеме. Я хочу вам доложить, что наша служба работает не один день, безусловно. Мы боремся с туберкулезом ежедневно, ежечасно. Как было отмечено на пресс-конференции, которая прошла в областном Минздраве, в настоящее время туберкулез – это угроза для всего человечества. Только в России ежегодно выявляется более 60 тысяч больных. В Оренбургской области ситуация по заболеваемости остается напряженной. Вот несколько цифр по нашей области. Всего пациентов, страдающих туберкулезом, более пяти тысяч. Ежегодно заболевают этим недугом около двух тысяч человек. Умирает около трехсот. Оренбургская область входит в число регионов, где показатели заболеваемости и смертности выше, чем среднероссийские. Но в последнее время все же наметились позитивные тенденции. У нас отмечены положительные сдвиги в плане снижения общей заболеваемости по туберкулезу. Она снижается небольшими темпами, но снижается. У нас достигнуты неплохие, даже, скажем, хорошие результаты по заболеваемости туберкулезом у детей и подростков. У нас намного выше показатели эффективности лечения по туберкулезу в Оренбургской области. В частности, таких два критерия, как закрытие полости распада и обоцелирование, то есть, когда на фоне лечения прекращается бактерия заразности, скажем так. В последнее время в областной противотуберкулезной службе произошла реорганизация. Были закрыты неэффективные отделения в ряде районов. Теперь всю стационарную помощь о лечении туберкулеза длительная, до года. Пациенты получают в шести диспансеров – Оренбургском, Орском, Новотроицком, Гайском, Бузулукском и Бугурусланском. Особая проблема – туберкулез на фоне ВИЧ-инфекции. Медики отмечают, эти два недуга теперь очень часто сочетаются. Для таких больных в областном диспансере открыто целое отделение. Объем оказываемой помощи таким больным, он ничем не отличается от объема и лечения больных, так скажем, с обычным туберкулезом без иммунодефицита. То есть, в лечении мы, помимо химиопрепаратов, применяем также наложение искусственного пневмоторакса, пневмоперитонима, лимфотропную терапию мы ввели. Для внедрения новых методов оперативного лечения в областной диспансер было приобретено современное оборудование. Для более точной диагностики заболевания установлен специальный прибор – бактериологический анализатор. Он значительно ускоряет время выявления палочки Коха и определяет ее чувствительность к лекарствам. Все это идет быстрее. Выдача результата положительного и отрицательный протокол составляет только 42 дня. В ближайшее время в лабораторию поступит более современный диагностический комплекс. Он позволит получать результаты анализов за 1-2 дня. Эта техника будет приобретена за счет областного бюджета. Большое внимание уделено заболеваемости туберкулезом среди детей. Как отметил главный детский афтезиатор Татьяна Парфенова, в 2013 году этот показатель снизился на 9%, у подростков – на 12%. И здесь немаловажную роль играет профилактика. Это, конечно, вакцинация БЦЖ в роддоме. К сожалению, в последние годы увеличиваются отказы родителей от проведения вакцинации БЦЖ. Вот все дети, не привитые БЦЖ в роддоме, которые остались вот на конец 2013 года, из них почти 50% составляют дети, которые не привиты по вине отказа родителей. Большое значение имеет это флюорографическое обследование взрослого населения. Чем меньше будут болеть взрослые населения, тем меньше будут заражаться наши детишки. То есть, когда приходит к нам ребенок по поводу положительной пробы МАНТУ, мы в первую очередь должны уточнить, от кого ребенок заразился. И в заключении главный совет от медиков – как обезопасить себя от туберкулеза. Он прост. Нужно регулярно проходить флюорографическое обследование, отказаться от вредных привычек и ввести здоровый образ жизни. И тогда палочка плохо вам не страшна.